В эфире Радио Свобода, программа с христианской точки зрения у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен слову, слову о Боге, слову в науке, в конце концов, рождению Бога Слова, потому что, наверное, точка, с которой начинается христианство, обозначена в Евангелии от Анна. Слово – это Бог, Бог был словом, слово было у Бога и обитало среди нас полной благодати и истины. Там, где у древних стоит скиния со скрижалями, у христиан живой, двуногий, воскресший, говорящий, Бога человек или человек. И вот здесь мы сразу начинаем впадать, я так понимаю, в словесный ступор, потому что встает вопрос, можно ли словом обозначить слово Бога и Бога как слово. У нас сегодня в гостях, я подозреваю, один из немногих людей не только в России, но и во всем мире, кто способен говорить о слове как богослов, как специалист, как лингвист. У нас в гостях Сергей Викторович Чабанов из Санкт-Петербурга после 8 лет разлуки, которые прошли с предыдущей нашей программы, потому что доехать от Петербурга до Москвы не так легко. Сергей Викторович – доктор филологических наук, биолог и микробиолог, докторской диссертации «Логика, семиотические основания и классификации в лингвистике», «Математическая и прикладная лингвистика», «Онтология и теория познания» – все то, что на нормального ученого действует усыпляюще. Нормальный ученый, как и нормальный средневерующий, не видит проблемы со словом. Единственная проблема – это дать слову определение. Если мы не даем слово определение, мы не ученые, а просто вьется бытовая речь. Если мы ученые, мы даем слову определение. Если слово нельзя дать определение, то это слово фикция, пустое, говорить не о чем, ведомству науки оно не подлежит. Как быть со словом «Бог», Сергей Викторович? Можно ему дать определение? Дело в том, что проблема определения вообще достаточно хитрая. Дело в том, что существует огромное количество разных видов определений. А можно одно-два? Ну, значит, более всего известно определение по каким-нибудь курсам геометрии школьной, определение типа дефиниции. Там, скажем, окружность геометрическая единица точек равна удаленных от центра. Я верю вам на слово. Но могут быть, скажем, какие-то совершенно другие определения. Скажем, совсем другое будет определение того, что такое произведение двух многозначных чисел. Это будет то, что получено путем записи действия умножения столбик. Это будет совсем другое типа определения, профессиональное определение. Слово «дефиниция» означает корень от слова «финис», видимо, конец. То есть межа, термин, попытка провести разграничение. А почему действительно ли существует качественная разница между бытовым языком и научным? Да, конечно. Так, я так с надеждой спрашивал, как гуманитарий. Потому что если человек пишет гуманитарную диссертацию, он может употребить слово «любовь» или слово «жизнь». Насколько я понимаю, это будет совсем не о том, о чем будет писать в этом случае биолог. Ну, в общем, да. Потому что я, разговаривая с некоторыми атеистами-биологами, столкнулся с тем, что они, вот когда они определяют любовь, я их прошу дать определение любви, и они выдают определение, которое описывает то, что я называю понятием «забота». Любовь как нечто, проявляющееся в делах, помогающих тому, на кого они направлены. Если я скажу своей жене, что я готов делать для нее дела, которые помогут ей, она меня сразу ударит сковородкой. Я надеюсь, но она добрая и любящая. Но ведь любовь и забота – это разные понятия. Конечно. Забота может быть научным понятием? Ну, дело в том, что, смотря какая наука и как делают свои понятия. Биология. А, биология? Да, можно. Вы же биолог. Это вопрос. То есть надо давать определение вам или определение биологии, чтобы понять, биолог ли вы? Да. Я думаю, что это… Ну, хорошо. А если сузить определение, вы микробиолог? Да. В микробиологическом мире существует микролюбовь, микрозабота? Микрозабота, безусловно. Но можно это назвать микролюбовь, но это я не знаю. Ну, может, что, скажем, Александр Владимирович Олескин сказал, что существует. Так, хорошо. И невыразим, то есть он не может себя выразить, и мы не можем его описать, кроме как сказав, что он слово. А вы, как лингвист, человек, для которого слово – это объект познания, вы как-то для себя… Вот, понимаете это определение «Бог есть слово»? Да. Оно ближе к научному или к богословскому пониманию? Это очень сложно сказать. Дело в том, что и богословие, и науку можно понимать очень по-разному. Да, если с того, как понимать, что такое богословие, как понимать, что такое наука, то это будет совершенно по-разному. Хорошо, давайте проще. Может ли наука доказать, что Бога нет? А наука вообще ничего не может доказать. Наука может доказывать, что это математика и дисциплины, которые индустрируют к математике. А в остальных случаях у нас будет не доказательство, а показательство. В чем разница? А разница в том, что доказательство – это необходимый, то есть аппетитический вывод из аксиом с помощью аксиомного числа правил. А наука, в большей части, занимается тем, что является основным на эмпирических обобщениях. И с этой точки зрения опорой на то, что может быть продемонстрировано. И в этом смысле это будет всегда ассироторическим, а не политическим. То есть возможным и необходимым. Хорошо. Послушайте, я чувствую, что вопросы о Боге лучше не задавать. Может ли наука оперировать словом «человек»? Может ли наука дать определение человеку? Конечно, нет. Спасибо, Господи. То есть нас с вами не существует? Или мы просто одеты обезьяны? Нет, мы не… То, что наука не может определить. Наука не может вообще определить то, что связано с полнотой обыденной жизни. В этом смысле не может быть делом с полнотой обыденной жизни. Нам вот иметь только с узкими аспектами рассмотрения чего-то при большом числе ограничений, которые накладываются. Так, еще раз я для себя переспрашиваю. Ну, в кое-веке такое удовольствие, что передо мной сидит учитель, я могу его терзать. А он мне не может задавать вопросы и ставить оценку. Мы имеем дело тогда с тремя понятиями. Один – это нормальная речь. Второе – это математика. А третий – это наука. Ну, для сегодняшней программы, скажем, биология. Да. Доказательства – это в математике. В биологии показания, а в бытовой речи вообще непонятно что. Обыденный опыт. Как? Обыденный опыт. Обыденный опыт. Хорошо. Вы же ведь еще и консультант Института эволюционной физиологии. Да. То есть вы и эволюции не чужды. Ничего. Человек произошел от обезьяны или все-таки обезьяна остается обезьяной? Когда мы говорим, что человек произошел от общего предка с обезьяной, понятно, что от известных нам сохранившихся на сегодня обезьян, это что? Отрышка 19 века, когда человек понималось аксиоматично, обезьяна понималась аксиоматично, и лозунг «человек произошел от обезьяны» призван был показать, что это вовсе не аксиом. Вы знаете, какая штука? Я буду говорить о вещах в этом смысле безобразных. Мне представляется, что это недоразумение. Это что? Что человек произошел от обезьяны. Потому что, когда начинает обсуждаться этот вопрос, обнаруживается, что имеется в виду не человек, а имеется в виду хомо сапиенс. И в этом смысле хомо сапиенс – это только тело человека. То есть можно обсуждать вопрос о происхождении тела человека от обезьяны, но не человека от обезьяны. И в этом смысле у Георгия Чедовича Чедовича у вас замечательная формировка. Статья 1. О функционировании человека в структуре и вида хомо сапиенс. Это сильно. Я это и слышу первый раз. То есть есть хомо сапиенс сапиенс. Да. В чем различие? Это зоологическая категория. Хомо сапиенс сапиенс. Но это не антропологическая категория. Господин учитель, антропология – это наука или лженаука? Понятие антропоз. Ну, надо говорить довольно долго о том, что такое наука. – Пожалуйста. – Вот я через два часа уже буду говорить. – Нет, у нас все-таки гораздо меньше времени. С точки зрения неверующего биолога, можно говорить о человеке? Нужно ли говорить о человеке? Или мы принимаем просто вот эволюционное биологическое пространство, как некоторый спектр, движущийся условно какую-то часть, обозначаем как хомо сапиенс сапиенс. Но антропоз, антропология – это все мистика и философия. Это нас не интересует. – Вот понимаете, какая штука? У меня такое ощущение, что биологи не в состоянии отличить зоологию хомо сапиенс и биологию человека. А это вещи довольно разные, даже на уровне чисто биологических категорий. – В чем различие? – Ну, например, скажем, если, возвращаясь к тому, с чего вы начали, если мы будем говорить о хомо сапиенс, который владеет речью, ну, это значительная часть индивидов, и, допустим, хомо сапиенс, который еще не владеет, ну, там, ментальные какие-то расстройства, то физиологические процессы будут протекать по-разному. Ну, например, если действительно это тяжелое ментальное расстройство, которое приводит к тому, что не воспринимается речь, у нас не может быть условных рефлексов, которые вызываются словом. И в этом смысле уже биологически это будет совершенно другая субстанция. – Прошу прощения, что перехожу на личности, Сергей Викторович, но в одной из программ мы, возможно, в вашу личность переходили. А вот за этим вашим утверждением нет личного опыта борьбы с болезнью, которая могла бы вас разрушить, которая в чем-то лимитировала вашу дикцию, скажем. Хотя, на самом деле, я так понимаю, что это вы лимитировали болезнь. Обретя дикцию, может быть, не Качаловскую, но обретя. А если бы вы пошли на поводу у зоологов… – Да, совершенно верно, да. Вот в этом смысле действительно сейчас немножко ситуация поменялась. А то, что мне пришлось преодолевать, скажем, 60-е, 70-е годы, это в прямом мире было преодоление зоологического понимания нейрофизиологии. И, соответственно, неврология уже как умность и медицина, безусловно. То есть в этом смысле вы, как вот и в Игоцке, и в 60-е годы ведь был этот эксперимент, когда слепо-глухонемых взяли из интерната Загорского и отдали несколько человек в Московский университет. И они стали… Ну, они раньше были Homo sapiens sapiens, но они оказались способными учеными, в конце концов. Вот, при том, что по всем параметрам казалось, что это невероятно. Нет, ну, какие-то исключения тогда, конечно, были. Но я имею в виду вот тот подход, который, скажем, был в поликлинической, допустим, неврологии. И такой вот рядовой неврологии, не исключительно. Это, конечно, был чисто зоологический подход. И в рамках этого зоологического подхода Бога, разумеется, тоже нет. Ну, конечно. А где в науке, для ученого, может быть, лучше сказать, вот то пространство, где он может начать предполагать существование Бога, которому невозможно дать определение? Или лучше, может быть, так, где в науке границы для позитивизма? Потому что, мне кажется, то, что вы вот описываете, это не вообще наука, а это позитивистская биология. Скажем, если говорить о таком подходе о медицине, который мы с вами обсуждаем, его можно как раз назвать ветеринарией хомо саквеницей. Как бы на вас Академия медицинских наук не подала за деформацию. А ничего, много, что написано и сказано уже на эту тему, это не подали. И с этой точки зрения, ну, допустим, когда начинается разговор действительно о психосоматике, о психосоматических расстройствах, вот там он с позитивом становится значительно хуже. А вы можете себе представить, что Сын Божий, Господь Иисус, рождается в Вифлееме Дауном, рождается с ДЦП, рождается аутистом? Он будет спасителем человечества при этом? Ну, я думаю, что он не решил такой возможности. Переформулирую еще раз вопрос. Спасение человечества в том, что Бог становится человеком полноценным, с речью, с ясным пониманием, со знанием Торы, эти книжи, пророков, ученых. То есть это Бог Розы Мира, Бог, который сам мудрец и который объединяет мудрецов? Или спасение именно потому, что, как сказал апостол Павел, сила Божия совершается в немощи? Бог, который не может никого низвергнуть, не может никого организовать с толком, а все, что он может, это умереть и воскреснуть. По-моему, одного другого не исключает. Я вижу, здесь или. Тут довольно интересный есть сюжет, который меня действительно волновал. Я многим священникам задал такой вопрос, пока не нашел того, которого это не поставило в тупик. То есть, наоборот, не поставило в тупик, который дал ответ. Я говорю, что вот представьте такую ситуацию. Рождается ребенок без головы. В современных условиях его можно поддерживать какое-то количество времени живого. Будете его крестить? Это вы меня сейчас все-таки нашли способ спросить. Вот. Нас ставят в тупик. Вот один человек из Киева как-то мне ответил. Он нашел в каком-то тупик 17 века такую формулу, что, оказывается, уже тогда существовало ответ на этот вопрос. Говорят. Аще человек. И тогда можно крестить. Говорят, аще человек относится к священнику? Нет, относится к крещаюму. Я думаю, что этот момент относится к священнику. Если священник человек, он крестит безголового ребенка. Но есть и второй ответ. Что если священник Homo sapiens sapiens, он вообще не будет крестить ребенка, а подождет. Понятно. Вот, подождет, пока тот подрастет и изъявит свое согласие креститься. Ну, вот такой, так ведь, ребенок положил в течение нескольких часов. Вы сказали, может поддерживать жизнь. Вот. Ну, это, так сказать, часы и десятки часов. Я возвращусь к своему вопросу о Рождестве Господнем. Потому что мне доводилось крестить аутистов во взрослом возрасте. Но, конечно, это все-таки аутист. Ну, наверное, не стопроцентный аутизм. Это довольно такой большой спектр. То есть этот человек мог сказать да. Но, конечно, с точки зрения как бы вот всего, это все-таки, ну как, ну там справка об инвалидности есть. Я еще раз спрашиваю, чтобы спасти человека. А что значит спасти человека? Homo sapiens sapiens не нуждается в спасении. Он же примат. Это зоология. Ветеринар, как вы сказали, ему нужен. Чтобы спасти человека, который Homo sapiens sapiens, не обязательно здоровое тело. У некоторых святых отцов есть миф, что Иисус был горбатый. Да, так вот полпредела, что если вы говорите о человеке, он может быть на больном теле. Здоровый человек может быть на больном теле. Homo sapiens sapiens. И наоборот. И наоборот. Означает ли это, что точно определить можно только то, что вообще неинтересно определять? И чем неинтересно заниматься? Понятно. Но с этой точки зрения интерес в каком-то смысле вот такие случаи, тривиальные, вырожденные, для некоторых технических задач. Ну, например, вот проблема, ну, она далекая от того, что мы сегодня с вами обсуждаем во всем смыслах. Ну, вот мне представляется, что некоторые катастрофы сейчас являются проблемой компромисса. Потому что все время речь идет в практической жизни о том, что нужно идти на компромиссы, но при этом перестает пониматься, что такое компромисс. А компромисс возможен тогда, когда сформулированы чистые позиции. А когда предлагается сформулировать компромиссную позицию, то дальше уже ищется не компромисс, а компромисс между компромиссами. Это, оказывается, ерундой. Хотите, я вам подарю нелогизм? Компромискуитет. Да. Определить конформизм. Но разве конформность не является одним из условий выживания человека в этом мире? Это я от имени атеистов спрашиваю. Каким образом компромность здесь была? Прикинуться ветошью и не отсвечивать. Довериться ученому. Разве это не конформизм? Мы же не можем все проверить. Нет, компромизм и компромность – совершенно разные вещи. Для меня компромность – это довольно статистическое, психологическое качество. Так. Которое с компромизмом мало связано. Окей. Ученые. Ученый может быть конформистом? Да. Ученый должен быть конформистом. То есть не лезть в политику, чтобы заниматься наукой в этом мракобесном мире. Потому что диссидентов, правозащитников, свободолюбцев много. А ученых мало. Вот Сахаров, чего он полез? Лучше бы занимался физикой. Дело в том, что мы опять же упираемся в вопрос, кто такой ученый. И учеными Сахаров. Дело в том, что если у человека есть мышление, то оно не имеет границ. А в общем, нынешнее дело ученого – это человек, который не обязательно обладает мышлением. Это от него не требуется. Как может человек, не обладающий мышлением, быть ученым? В биологии, например. Да. Ну вот если он… Я таких довольно много встречал людей. Если он умеет, скажем, воспроизводить методики исследования, если он умеет писать трафаретные тексты, то вот он будет ученым. Мы вначале, говоря о том, что ученый обязан давать определение тому, чем он занимается, чтобы это не было художественной литературой, используют дефиниции. То есть некоторые граничные слова, которые вырезают вот нечто из большого серого пространства. А вы говорите о безграничности мышления. Как соединить тогда необходимость в определениях с необходимостью преодолевать определения? В этом отношении у нас возникает очень сложный разговор о том, кто такие ученые, кто ученые и не ученые. Потому что если мы будем действительно говорить о стерильной реализации поптерско-канаповского идеала ученого, то это человек, который действительно должен давать определение, но от него не требуется умышление. То есть возможно построение компьютера, который будет ученым, но не будет при этом обладать интеллектом. Искусственный ученый. Я для слушателей напомню, что Карл Поппер один из создателей современной концепции науки и создатель открытого общества, идеи открытого общества. Карл Поппер, я забыл имя, один из создателей позитивизма как базы современной науки. Ну да, уже позднего позитивизма. А ранний позитивизм это Агюст Конт, наверное? Но ведь это же ужасно соблазнительно всему дать определение. Вот, это базаровщина. Но разве бы не было лучше жить, если бы при тебе был такой словарик, и ты мог бы... Сейчас, кстати, о, я вспомнил, продают в дорогих, правда, книжных, но бывают такие вот наборы веера с картинками. Картинка и слово на разных языках. Мечта, юма, локка, вы смеены с вифтом. То есть ты подходишь к арбузу, смотришь на картинку арбуза и узнаешь, как это будет по-арабски, еврейски, русски и английски. Разве это не идеальный язык? Четкие определения. Нет определения вообще. Тут только указания есть. Или же мы должны говорить о том, что мы расширяем понятие определения, и тогда вот это будет один длинный определение, которое называется астинсивное определение. Но астинсивное определение и дефиниция – это совершенно разные вещи. Как вы понимаете? Когда мы говорим «бог», это что? Это просто слово пустое, как там «сипулька» или «розовый единорог». То есть это бла-бла-бла. Как мне теперь говорят ученые, ну, насколько я понимаю, не только мне, но общей позиции современного сцентийского научного атеизма, что мы не обязаны опровергать бытие Божие, потому что количество бессмысленных звукосочетаний бесконечно, вот, и не нашего ума дело доказывать, что это бессмысленные звукосочетания. Вы докажите, что в этом звукосочетании «бог» есть какой-то смысл. А как я им докажу? Ну, дело в том, что эти люди не знают даже того, что знал Аристотель, а именно развлечения доказательств и показательства. Поэтому это просто вздорные люди. Нет, это очень приличные, умные, веселые люди. Семь дней одного года просто. Но они не усвоили, что есть разные способы обоснования, что доказательства – это один из способов обоснования. Другой способ обоснования – это показательства. Могут быть всякие косвенные обоснования. Обоснования через согласование косвенных свидетельств. Это и не то, и не другое получается. Обоснование через сходимость выводов – опять же, другой способ. Вы знаете, 25 лет назад я вас с удовольствием слушал, слушал, но за 25 лет в России, во всяком случае, расцвела такая лженаука с согласованиями косвенных свидетельств и так далее, что я очень хорошо понимаю современных атеистов, биологов, которые защищают учения об эволюции от сторонников Телегонии и прочих всяких прелестей. Физиков, которые при слове торсионные поля багровеют и начинают испускать молнии. Потому что есть наука и лженаука, есть религия и лжерелигия. Определить религию и лжерелигию, мне кажется, довольно просто. Религия заканчивается там, где начинается манипуляция Богом, где начинается власть. Наука и лженаука – вот тут я, пожалуй, в недоумении. Потому что то, что вы говорите, это поможет, ну, по попперу, отделить науку от лженауки. Вы не оказываетесь пособником лжеученых? Дело в том, что я не являюсь защитником науки. Вот какая штука. Дело в том, что не наука – это не обязательно лженаука. Это может быть паранаука, метанаука, постнаука. Вот в этом смысле я, скажем, сам определяю свою деятельность именно как постнаучную. Как ни странно, вы совпадаете с постнаукой как таким очень замечательным научно-популярным движением в современной России, участник которого на этой программе бывает периодически. Я надеюсь, еще будут. Ну, это мнение. Почему? Потому что там, я так понимаю, что их понимание постнауки идет из-за того, что они организуют посты в интернетском смысле. А, вы так это понимаете? То есть они остаются позитивистами? Пожалуй. А вот то, о чем я говорю, это постнаука как такой ход мысли, такой способ отношения к действительности, который не принимает науку, но принимает ее достижения. Потому что есть уже другие мыслительные инструменты, с точки зрения которой наука будет частным случаем. – Хочется с вами согласиться, но я тогда зайду с другого фланга. Есть наука и лженаука, есть мессия и лжемессия, есть Христос и Антихрист. Определить мессию от лжемессии можно, наверное, только верой, из которой рождается отношение с мессией или отношение с лжемессией, к сожалению. Но можно ли тогда определить науку, вот о лженауке? – Да. – Как? – А возможно ли с носителем лженауки или постнауки вменяемый диалог? – Это риторический у вас вопрос? – Нет, я утверждаю, что вы спрашиваете, как это лечить, потому можно ли вести вменяемый диалог? – Меня смущает слово «вменяемый». Если представитель позитивистской биологии захочет меня убить, он потребует дать определение слову «вменяемый». А слово «вменяемый» – не респруденция, ни биология, ни антропология, по-моему, не то, что не дали определение, а отказываются давать определение. – Ну, это у вас такое возникает затруднение. А я с представителем позитивистской науки найду, за что его уцепить, и чего он не сможет определить. И тут он должен будет со мной поменять способ разговора. – А в какую сторону? – А в зависимости от того, на чем он проходится. – Это как-то очень невилосердно. И все-таки есть смысл с биологом, не только с вами, а вот именно с биологом-позитивистом, заговаривать о Боге? – Понимаете, какая штука? Здесь довольно интересная происходит вещь. Вот, может быть, даже у этого человека знаете, но я не буду называть его, но у меня был очень интересный разговор с ним. Мы обсуждали некоторые вполне осмысленные вещи, связанные с формальной теорией строения, то есть формальной мирономией. – Строение живых организмов. – Да, сейчас живых организмов. Вот, и время от времени, значит, я задавал какие-то вопросы, которые возникали по ходу дела, на которые он мне отвечал, что у меня ответа на этот вопрос нет, но этот вопрос, соответственно, ответ на него, выходит за пределы того, что мне интересно. – Это классика жанра. – Поэтому я не буду это оплаждать. Ну, вот, по крайней мере, человек рефиксирует ситуацию и честен самим собой. – Это честность с самим собою. И все-таки, ну, как сказать, честность? Это честность низшего уровня. Но это бесчестит этого человека. Это честь честно для биолога, но это бесчестно для него, как для человека. – Да, согласен. Потому что бесчестно человеку опускать руки перед вопросом того, кто такой человек, и есть ли в жизни, есть ли смысл. – Ну, вот вопрос, так сказать, о том, есть ли смысл, и что такое человек, он решает другим способом, не отбираясь в этом формально неравном мире человека. – Он решаем способом, доступным для атеиста, для позитивиста, скажем мягче. – Нет. Он это решает не позитивист. – Хорошо. Методом аналогии я могу позитивисту, в скобочках, атеисту, ну, хотя бы дать представление о том, ну, по Шекспиру, что есть многое в этом мире друг Горацию, что и не снилось позитивисту. – Да, можно дать представление. – Я пытался. Почему я, собственно, говорил этому человеку о любви, а в ответ получал разговор о заботе. Я ему говорил о матери, а в ответ получал разговор о родительнице. Но ведь мать в человеческом языке слово неопределимо. Когда мы говорим биологическая мать, это как жареный лед. Вот. Мать – это не биологическое понятие. – Я как раз сейчас читаю на течении спецкурс. – Езус, Мария! Матка Боско-Ченставовская! Как называется этот спецкурс? – Ваше, струдиализированные когнитивные модели русского языка и недуровольного сотрудничества людей. – Так, а чуть-чуть более понятно. – Вот. И как раз мы обсуждали такой вопрос о том, что такое инсигния. – Инсигния? – Да. – Это я знаю, у Папы Римского есть инсигния. – Ну, не только у Папы. У всякого чиновника есть инсигния, у всякого государства есть инсигния. – Какая прелесть. А я прошу прощения, на перстный крест инсигния? – Да, конечно. – О-о-о! – Так, и как это связано с определением матери, Бога и любви? – Дело в том, что инсигния – это будет то, что является частью самого социального института. – Например? – Ну, вот, скажем, социальный институт там без там нотариуса невозможно быть беспечатленным. – Понял. – Вот. – Так. – И с этой точки зрения социальный институт матери невозможен без материнства. – Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Это так, минуточку. Что-то мне здесь персонализм во мне восстает. А кто сказал, что материнство социальный институт? Мне кажется, что социум это какой-то институт внутри матерей скорее. То есть не общество порождает семью, а все-таки наоборот. – А это другое просто сфанализом. – Нет, но разница такая же, как сказать, что человек выдумал Бога по своему образу и подобию, и сказать, что Бог создал человека по своему образу и подобию. – Ну, так это вещи не исключающей друг друга? То есть первая позиция – это есть позиция как раз атеистическая, она отстаивает последовательность? – Первая позиция не атеистическая, а позиция фарисейская. То есть я как верующий, и я прошу прощения, как священник, больше озабочен верующими, которые лепят Бога по своему образу и подобию. Потому что атеист этим не занимается. А мы все время превращаем живого Бога в идола. При этом я, например, затрудняюсь дать определение, что такое Бог и что такое идол. Кроме того, что Бог это кто, а идол это что. Но ведь биолога-позитивиста последователей Карнепа это не удовлетворит? – Да. – Конечно. А вот как раз разговор такой вот у инсигниев он в этом смысле интересен. Что скажем что есть инсигнием интересства? Ребенок. Ну вот ребенок. А что такое ребенок-то? Что является инсигнием ребенка? Пинетки. Я сдаюсь. Вот. А ты же возникаешь вопрос. Вот этот ребенок это тело холосаппиенс или это человек этот ребенок? – Я беру определение назад. Инсигнием материнства является любовь. Если женщина любит и у нее нету детей, то она мать. – Совершенно верно. Вот это я рассказываю студенту. Инсигнием Бога является любовь к человеку или сам человек? Или совпадают? – Думаю, что совпадают. Инсигнием ученого является диссертацией? – Нет, конечно. – То есть даже настоящая диссертация? А по-моему, если я не ошибаюсь, в европейской культуре инсигнием ученого – это докторская лимантия и шапочка? – Нет, это будет инсигнием доктора, это будет инсигнием доктора, но не ученого. А ученый может быть не доктором, не в никаких степеней, быть, это ученый. – Так, послушайте, а вы сторонник теории водонепроницаемой перегородки между ученостью и религиозностью? – Нет, нет, как мне вот говорил один, кстати, профессор Менделеевского института, специалист по тонких химическим технологиям и старобрядческий епископ Владыка Аполлинарии, он бывает у нас на программах периодически, и он говорит, что я, конечно, ученый, ну и, конечно, я верующий, и вот между этими двумя половинами перегородка. А у вас как? – Ну вот, как раз, если говорить о таких моделях, то будет несколько моделей, вот та модель отношения науки и веры, о которой вы говорите, вот мы Алексей Владимирович Гоманьков придумали для этого назначение альтеризм, когда есть два взгляда на мир в сознании одного человека, он их вообще не пересекает. – Менушка, это то же самое, что косоглазие? – Ну, я бы сказал умственное, это косоглазие. – Интеллектуальное. – Да. Другая модель будет какой-нибудь креационизм, когда… – Ой, не к ночи быть пометал. – Что я знаю? – Третья модель, допустим, будет фабулизм. – Это как? – Когда все, что есть в Писании, рассматривается только как некие сюжеты получительные. – Ну, такой религаризм. – Да. – О религаризации Библии. – Ну, скажем, и вот, может быть, принять вопрос историко-биологический, но христианский эволюционизм. Вот четыре модели отношения того, о чем мы сами обсуждаем. – Евангелие билетристика? Еще беру назад некорректный вопрос. Евангелие научной литературы или художественной литературы? – Дело в том, что вот это дивини, о котором вы говорите, оно очень новое. Сто с небольшим лет. – Оно очень новое, но оно очень боевитое. – Вот. И скажем, вот очень интересный, допустим, Мандельштамовский анализ, скажем, Дарвина и Ламорка как части литературного процесса. – Минуточку, это Абусин Пемельевич и Мандельштамов? – Нет, Абусин Пемельевич делает анализ Ламорка и Линнея и Дарвина как часть литературного процесса. – Не знал. И тогда Евангелие оказывается частью научного процесса? – Ну, дело в том, что оно возникло до того, как вообще произошло удивление на эти жанры. – Но все-таки пять веков после Аристотеля уже прошли. – Да, но все равно не было понятия науки, литературы как антиподов. И то, и другое – это словесности. разные словесности. – У меня ощущение, что у вас ваша ипостась, прошу прощения, как биолога, разъедается с одной стороны вашей же ипостасью как лингвиста, причем математического, а с другой вашей ипостасью математика. Вот. Математик может быть верующим? – А почему нет? Я скажу, почему я бы предположил, что нет. Потому что верующий человек задает вопрос о мире как о чем-то сотворенном. На это ему ученый-позитивист сухо или гневно отвечает, что это инфантилизм, только ребенок думает, что всего есть начало и причина, что все кем-то сделано, надо с этим расставаться еще в детском саду с этой концепцией. Математик так не скажет. Но математик, мне кажется, смотрит на мир через вот это своеобразное математическое мышление, в котором тоже нет места творения. Пифагорианская картина мира. – Да, вот я хочу сказать, что это вообще действительно чрезвычайно интересный вопрос, который меня весьма занимает, но это лежит уже за грани того, что я просто как исследователь подготовки могу сделать. Дело в том, что если мы будем говорить действительно о том, что такое математика, то вроде бы как нужно увязывать математику с пифагорейскими союзами. Вот то, что там происходило, например, то, что за оглашение чрезвычайно пифагора помогало смертной каре, показывает, что мы совершенно не понимаем, что такое пифагорейский союз. И с другой стороны, то, что описывается, чем занимались ахусматики, показывает, что это некоторая мистическая практика. С этой точки зрения вообще возникает вопрос, в какой мере математика в этом понимании вообще совместила с христианством. Потому что в этом понимании математики это некая гибридизация мистических практик. Современник Сахарова, старший современник, но современник, французский математик, Гротендик или Гротендик, который сам себя считал на уровне Пифагора, и в общем были люди с ним согласные, боролся с войной в Вьетнаме, на чем завоевал нерасположение коллег конформистов, вот, и ушел в религию. Но те шесть томов, которые он написал, это не христианский мистицизм, это как раз вот мистицизм, ну, как бы буддийского толка, но вот, по-моему, пифагорианское было бы точнее. Да, точно верно. Вот, и с этой точки зрения, что еще любопытно, что, если мы будем брать действительно иудаистическую традицию, то она вообще как бы к математике относилась вот на протяжении той истории, которая отбатриема, неплохо, а там чрезвычайно напряженные отношения именно ко всяким элементам инноверия. И вот в этом смысле тоже непонятно, как это совмещалось. Поэтому это догадочная штука вообще сам по себе. Вот. А если говорить, скажем, о той математике, как она сложилась, как она, допустим, понимается уже в новое время, то это некое занятие, которое почти что, видимо, не связано с тем, что делал Тифагор. Когда Лаплас говорил покойному Буонапарте, что ему, как астроному, гипотеза Боги не понадобилась, он говорил как математик. Астрономия, это же математика по преимуществу или как? Я бы не сказал, что астрономия, это преимущество математики. Астроному нужна концепция, теория о Боге? Ну, последовательно нет. Вот. Там другая получается штука, что если это не традиционная астрономия, скажем, космогония, то космогония приводит к выводам, которые почему-то, с одной стороны, наводят на размышления о Боге, а во-вторых, почему-то некоторые в деталях очень похожи на то, что есть в Писании. при словах то, что есть в Писании, мне хочется сразу как ученому потребовать, предъявить четкое определение. А что есть в Писании? В Писании есть определение войн, прелюбодейства, жадности, корысти, но в Писании, мне кажется, главное – это жажда спасения, то есть ощущение неправильности какой-то в человеческой жизни. То есть в этом смысле Библия определяет человека как кто-то, кто нуждается в человечности. Каким образом рождение Иисуса вот в рамках того времени и мы, как верующие в этом времени пребываем, каким образом рождение, пусть даже допустим нам доказали, что это рождение Сына Божьего в мир. У вас же ваша болезнь от этого не проходит, вы не становитесь всеведущим и всезнающим. Как исправляется неверность? Вот как вы для себя определяете Творец мира и вдруг между ним и вами появляется звено? Он же в виде вас же. Почему это исправляет дефицит человечности? Ну вот я здесь хочу просто зафиксировать, чтобы произошло некоторое скачало. Когда мы говорим о Космогоне, я имею в виду самое начало книги бытия и соответственно вопросом о свете, о отделении света, о тьме и так далее, вот это оказывается нажавшимся и очень поразительно ожидаемым в рамках современных космогонических концепций. Вот я имел в виду это. если обращаться к тому, о чем вы говорите, антропогенный принцип, принцип, что творение мира неотделимо от появления в нем человечности и следует одно из другого. Да, или это лженаука и лжерелигия? Нет, это я думаю, что ни то ни другое, я думаю, что это проблема. А, вопрос. Вот, да. И для меня вот эта проблема как раз к тому, что мы сегодня уже с вами затронули. Получается, если мы говорим в антропном принципе в одном контексте, то получается, что соединение человека с хомо сапиенс не случайно. Потому что человек должен иметь такой рост, какой имеет хомо сапиенс с точки неантропного принципа. Вот это действительно очень интересная вещь, которая специально непродумана, практически никем не обсуждается. Потому что если мы будем говорить о том, что мы разделяем хомо сапиенс и человека, то вообще говоря размеры тела человека оказываются непринципиальны. Но когда речь идет об антропном принципе, там идет привязка не к каким-то свойствам человека, а к свойствам того тела, которым обладает хомо сапиенс. Вот это действительно очень интересный сюжет. На этом я вынужден программу заканчивать, потому что ее время истекло, но я думаю, что сам, вот просто в качестве заключения такого к Рождеству, я напомню, что на средневековых миниатюрах творения человека не рисовали старика с бородой, рисовали спасителя Иисуса. И в этом смысле спасение начинается еще до творения человека и заключается в том, что творится человечность соразмерная божеству, образы подобия, это означает нечто способное вместить невместимое. И было ли бы грехопадение, не было ли бы, но цель творения человека именно вот здесь вот, пуповина, через которую мать выходит в своего собственного ребенка. Это была Радио Свобода программа с христианской точки зрения, посвященная встрече с петербургским биологом, микробиологом, лингвистом, математиком Сергеем Викторовичем Чабановым. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова